МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблему дома на Ломоносово-76 решают на уровне администрации города. Здравствуйте! В прямом эфире Вестник Северодвинска. В студии Владимир Богомолов. Мы начинаем с главного. Помочь жильцам и, возможно, даже запретить торговлю в жилом доме пытаются в администрации города. Напомним, от неприятного соседства с магазином «Магнит» страдает целое здание. Сначала жильцам просверлили дырки в полу, потом преградили выходы из подъезда фурами. Что посоветовали специалисты в нашем первом видеоматериале. Плакаты с лозунгами висят, борьба продолжается, а магазин уже работает. Накануне по инициативе мэра города собрали комиссию, чтобы помочь жильцам Ломоносова-76. Напомним, жильцы страдают от соседства с новым магазином «Магнит». Пару месяцев назад в одной из квартир второго этажа появились даже дыры в полу благодаря рабочим. С тех пор магазин – главный враг собственников. До сих пор мешает вообще? Магазин-то да. Какие проблемы? Да, особенно на втором этаже. В нашей квартире слышно там, как телеги, или что они там таскают металлическое. Ну, слышно, конечно. Так что пока нет ничего. Без изменений. Напомним, раньше первый этаж занимал промтоварный магазин. После собственник сдал помещение на пять лет в аренду под «Магнит». При строительстве рабочие изменили планировку первого этажа, при этом не получив согласования. Администрация Северодвинская, управляющая компания, в связи с этими нарушениями, направила письмо собственнику, направила соответствующее обращение к представителям магазина «Магнит» о прекращении всех действий. Представители магазина и собственники проигнорировали наши требования. По требованию прокуратуры мы можем пойти и провести полное исследование этого магазина. Я убежден, что он не соответствует санитарным правилам для предприятий продовольственной торговли. Я в этом убежден, просто убежден. Жильцы дома прошли целый ряд инстанций. Государственные эксперты ответили продуктового магазина в здании по планировке быть не должно. На это помещение не может быть использовано под продовольственный магазин, потому что и проект был сделан под продовольственный магазин. Сейчас все ждут результатов независимой экспертизы. По словам специалистов, главное доказать, что ремонт реально навредил дому и жильцам. Так что дальнейшее развитие истории зависит от действий прокуратуры. Наша редакция продолжит следить за событиями в доме на Ломоносова, 76. Сергей Курбан, Дмитрий Ефимов, Александр Зайцев, Вестник Северодвинска. Проблему присасывания клещей пока не решит. Сезон укусов, по данным специалистов, продлится до сентября. С начала летнего сезона от клещей пострадали четверо северодвинцев. К троим из них насекомые присосались в Ягринском бару, а к четвертому на старом кладбище. Всего, по данным Северодвинского Роспотребнодзора, с начала сезона зарегистрировано 159 случаев укусов клещей. Энцефалит врачи диагностировали у пятерых жителей города. Еще в двух случаях диагноз пока под вопросом. О других не менее важных событиях города и области в нашей рубрике «Коротко». В день города с 11 до 13 часов изменится схема движения и графики работы некоторых городских автобусных маршрутов. 13 и 18 не будут ходить в течение всего дня, а 3, 16 и 17 с 10.30 до половины второго. Изменится схема движения 1, 8 и 22 маршрутов. Единица от проспекта Морского с 10.30 до 13.30 будет ходить следующим образом. Карла Маркса, Трухинова, Ломоносова, Морской, Карла Маркса, Советская и далее до Ягр по обычному маршруту. А восьмерка в это время будет ходить до проспекта Морского через юбилейную. В Северодвинске помогают найти работу бывшим заключенным. В Центре занятости населения прошел семинар «Возвращение к труду». Барьерами в устройстве на работу для бывших представителей спецконтингента, как правило, является перерыв занятости или потеря профессиональных навыков, а порой вообще отсутствие профессии. Специалисты знакомят таких граждан с ситуацией на рынке труда и предлагают варианты обучения и устройства на работу. С начала года в Центре занятости население обратились 58 бывших осужденных. Из них 70% были трудоустроены. Минздрав пересмотрел нормы питания в больницах. Теперь в еде будет меньше молока и рыбы, зато появятся сухие белковые смеси, сообщает газета «Известия». Новые нормы разработаны в Институте питания РАМН Российской Федерации. В обязательный рацион больных впервые добавили композитные смеси и витаминно-минеральные комплексы. Они дороже натуральных продуктов, зато обогатят диетические блюда белком. Также в питании больных станет больше крупы и меньше капусты, потому что она идет не на все рационы. В целом, калорийность больничного меню по сравнению со старыми нормами выросла, говорят специалисты. Движение всех видов транспорта будет перекрыто и завтра на улице Профсоюзной, на участке от Советской до Республиканской. С 15 до 18 часов будут производиться работы по обрезке деревьев. Автобусы маршрутов номер 1 и 16 будут двигаться не по улице Советской, а по лесной. И к другим новостям. Животных любят многие, но на помощь питомникам готовы прийти единицы, говорят приюте «Четыре лапы». Там гниет пол и течет крыша. Ремонт нужен и собачьим вольерам. Приют просит помощи неравнодушных горожан. Текущая крыша и сгнившие вольеры. Приюту для животных «Четыре лапы» необходима помощь. Вот уже два с лишним года животные занимают старое деревянное здание. Оно возведено еще в прошлом веке и видело только косметический ремонт. Не так давно после обильных дождей дала течь крыша в районе печной трубы. Из-за воды вышли из строя две новых лампы. Теперь здесь обходятся вот такой. «Как могли подсоединили электричество. То есть видно на потолке здесь рушится и вот с той стороны там вода текет. То есть для ремонта нужен битум. Ну и как бы нужны руки готовые помочь все это как бы ликвидировать. Потому что в принципе там ничего такого криминального сложного нет. Просто нужны люди и вот материалы». Текущая крыша – не единственная коммунальная проблема «Четырех лап». Во дворе приюта расположены вольеры для собак. Эти строения стоят еще со времен, когда здесь был клуб собаководства. Весной весь двор погружается в воду, а вместе с ним подтапливает и вольеры. Полы, которые не дают собакам оказаться в воде, гниют. И если сейчас ничего не сделать, то зимой животные попросту окажутся на голой земле. «Волонтеров в приюте не так много. В основном это женщины, и плотницкие работы им не осилить. Да и времени на все просто не хватает». Свою просьбу о помощи приют «Четыре лапы» разместил у себя на странице в социальной сети ВКонтакте. Желающие помочь приюту могут писать в группу. Чтобы пошла тепленькая, надо подождать не меньше часа. С такой проблемой горячего водоснабжения столкнулись жильцы дома на Ломоносово-120. Кипятка из-под крана здесь не видели с весны. «Ой, тепленькая пошла. Под Новый год». Похожая история повторилась в Северодвинске, правда, летом. Чтобы дождаться тепленькой, жильцам Ломоносово-120 приходится пропускать воду около часа. Роман живет в этом доме год. Говорит, зимой из крана бежал настоящий кипяток. А вот летом его не дождаться. «Люди, которые давно здесь живут, они говорят, что это уже много лет подряд происходит. Мне просто даже обидно за тех людей, у которых есть счетчики, которые переплачивают громадные суммы, потому что кто-то экономит на нас или что-то еще, или не хотят подавать нормального давления, нужной температуры». «Да, все у нас стоит, счетчики, все как положено. Но приходится прогонять воду, пока, допустим, если утром рано встаешь, так, постоянно, вот, допустим, я на работу ходил, встаешь, чтобы помыться, мне холодная вода постоянно текет». По словам Романа, ему как-то пришлось даже ехать в центр города к друзьям, чтобы проверить, какая вода течет у них. Говорит, кипяток. А вот нам для эксперимента далеко идти не пришлось. Соседний дом Трухинова-18 обслуживает та же управляющая компания, что и Ломоносова-120. Выходит, недополучают тепла от горячей воды в районе только жителей 120-ки. Что это, предвзятое отношение к зданию или техническая неисправность, мы спросили в управляющей компании. «Я не могу вам сейчас помочь, потому что просто так вы скажете, там низкая температура, скажу, а я не знаю, я прямо от телевизора скажу, что мне жильцы об этом не звонили. По вашему звонку направлю туда специалистов, чтобы разобрались. Почему?» Правда, заключение специалистов к вечеру нам получить не удалось. Надеемся, жилищники трудятся на месте в данный момент. Об итогах проверки нам обещали сообщить завтра. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Сейчас в областном собрании депутатов народные избранники подводят итоги работы за 4 года. Перед руководством и жителями области отчитывается каждый комитет. Сегодня речь пойдет о комитете по культуре и туризму. Отметим, в этом созыве он был создан впервые, поэтому начинать пришлось без определенного опыта. Как признается председатель, впервые созданного комитета в приоритете были не законы, а определение болевых точек отрасли. Стали выезжать в районы. Главными проблемами культуры оказались слабая материально-техническая база и зарплаты. Затем в области создали и отдельное министерство культуры. Удалось увеличить финансирование отрасли вдвое до миллиарда рублей. С 2013 года началось системное повышение заработной платы. Первые решения уже приняты. Работники культуры в большинстве своем, я думаю, все почувствовали на себе повышение заработной платы. В планах комитета по культуре и туризму довести зарплату работников отрасли до средней по региону, а также провести капремонты во всех сельских учреждениях, построить дом культуры в Карго, полиоперный театр в Архангельске и создать консерваторию и симфонический оркестр, а также привести в порядок архитектурные памятники. Предлагать темы для сюжетов можете и вы. Давайте делать новости вместе. Поделиться с журналистами наболевшими проблемами можно в группе ТРК «Северодвинск» социальной сети ВКонтакте или на сайте северодвинск.тв. Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области. Сегодня с Днем любви поздравляют друг друга жители Израиля. Как День Святого Валентина у христиан, это приятный повод признаться в симпатии любимому человеку или даже предложить руку и сердце. Также эта дата считается Днем объединения народов. Никакими особыми обычаями праздник не сопровождается, однако молитва в синагогах сегодня короче, из нее исключаются покаянные тексты. О погоде на завтра нам расскажет ведущий рубрики «Небесная канцелярия» Александр Азарный. Здравствуй, Александр! Здравствуй, Владимир! Лето снова в городе, правда, ненадолго. Температура начнет опускаться уже в среду. «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Маленькая яхта на большая польза для науки. В Арктику отправилась вторая экологическая экспедиция «Чистые берега». Руки у ГАИ дойдут до всех. Инспекторы берут в тиски таксистов-нелегалов. Блеснули мастерством перед двукратным чемпионом мира. В Северодвинске прошел Кубок Белого моря. О метео и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. 23 июля по данным ГИЗМЕТИО в Северодвинске ночью ожидается 20 градусов тепла. Днем температура поднимется до 22 градусов со знаком «плюс». Малооблачно, вечером, возможно, гроза. Ветер северо-восточный сильный – до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба. По словам астрологов, завтра будет благоприятный день для проведения деловых и личных переговоров, обсуждения важных вопросов. Удается защитить свою точку зрения, никого при этом не обидев. День располагает на романтические знакомства. Однако далеко не всегда они приводят к серьезным отношениям. Гораздо чаще дело ограничивается легкомысленным увлечением. Улыбайтесь чаще. До свидания. В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. За стрельбу под детям 400 часов обязательных работ. Экс-военнослужащий признан виновным северодвинским гарнизонным военным судом за хулиганство с применением оружия. По версии следствия, мужчина как минимум 4 раза выстрелил под детям, играющим на хоккейной площадке из пневматического пистолета. С учетом добровольного возмещения компенсации и явки с повинной, лишения свободы судом назначено не было. А тех, кто свое наказание еще не получил, в рубрике «Протокол». Пьяный за рулем влетел в бензоколонку. Эти кадры нам предоставили очевидцы. На днях около часа ночи на Ягринском шоссе водитель автомобиля «Шевроле», находясь в нетрезвом виде, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате чего машина опрокинулась и наехала на бетонное основание автозаправки. Пострадал пассажир иномарки. Мужчина получил черепно-мозговую травму, ушибы лица и бедра. Рыбалка закончилась вызовом службы спасения. Накануне около 4 часов утра Северодвинец стоял у окна с видом на параниху и увидел, что рыбака уносит в море. Он гребет, но лодка стоит на месте. Мужчина сразу же позвонил в службу спасения, откуда незамедлительно выехал наряд на помощь горе-рыбаку. Его нашли на фарватере, пересадили к себе в катер, а лодку взяли на буксир. Руки у ГАИ дойдут до всех. Всех привлечем, всех заставим работать официально. С сегодняшнего дня все нелегальные таксисты могут затягивать ремни потуже, ведь штрафы за перевозку пассажиров без лицензии будут в совокупности достигать 25 тысяч рублей. 5 тысяч за нелегальную перевозку без лицензии, установку шашечек и нанесение голограммы такси. С сегодняшнего дня начинаем работать. Пристально не точечные будут акции, а ежедневно будут нацелены наряды на привлечение и выявление людей, которые занимаются нелегальной перевозкой. Если автомобиль вызовет подозрение у сотрудников ДПС, он будет остановлен, и в случае нарушения водителя привлекут к ответственности. Занимайтесь легальными перевозками и не нарушайте правила дорожного движения. В Архангельске завершил работу региональный форум молодежи «Команда-29». В этом году он был юбилейным пятым по счету. В течение этих лет на образовательных площадках форума по разным направлениям прошли специальное обучение более 2000 молодежных лидеров из всех муниципальных образований области. Как никогда насыщена была и программа нынешнего слета. Лагерь форума разбили на территории лыжного стадиона в Малых Карелах. Жизнь здесь кипела с утра и до позднего вечера. Да и могло ли быть иначе, если в одном месте собрались молодежные лидеры со всей области? У нас есть «Команда-29», никак не меньше. А «Команда-29» под этим, казалось бы, достаточно простым названием «29-й регион» «Команда» скрывает вообще будущее этой области. Будущее и в административном, и в интеллектуальном, и в культурном плане. Потому что те ребята, которые приходят на эту площадку, те люди, которые реализуют себя в рамках тех инициатив, которые мы предлагаем на этой площадке, конечно же являются таким активом региона, активом области, активом правительства области, муниципальных образований. В течение недели с ребятами работали опытные тренеры по четырем направлениям – творческому, спортивному, социальному и предпринимательскому. Все 250 участников были разбиты по командам, которые прошли целую серию мастер-классов. Результат этой работы – создание проектов. Всего их было 30, и каждый связан с решением проблем конкретного муниципального образования. Я хочу построить, например, экстрим-площадку для молодежи нашего села, потому что у нас есть в этом потребность у молодежи. Я хочу организовать киноклуб, чтобы ребята приходили, смотрели интересные фильмы, потом обсуждали их. Я хочу, чтобы у нас была в том числе и детская площадка, пусть построенная даже своими руками. Оценить работу молодежи в Малой Карелой съехалось все правительство области и высокие гости из Государственной Думы – олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова. Я очень поддерживаю региональные лагеря, и такие лагеря молодежные, потому что здесь и семинары, здесь и понимание, куда идет регион, какие цели, задачи именно этого региона, не только там всей Российской Федерации, но именно задачи для молодых ребят, живущих здесь. И возможность, конечно, главное, чтобы они оставались в регионе. Во время работы форума состоялось и выездное заседание правительства области. На нем была принята программа по молодежной политике региона до 2020 года. Прежде всего, она направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Программа на 7 лет. Общий объем финансирования по областному бюджету составит за эти годы до 2020 года включительно более 10 миллиардов рублей. В целом, консолидированный бюджет с учетом федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников более 14,5 миллиардов рублей. Здесь же на форуме состоялось вручение удостоверений новому составу молодежного правительства области. Его члены, в свою очередь, поделились рабочими планами на ближайшее будущее. Это еще одна площадка для самореализации молодежи региона, где формируется управленческий актив Поморья. Акаймить иконой Федора Ушакова морские границы Архангельской области, осмотреть лежбище Атлантического моржа и провести мониторинг состояния воды Белого и Баренцева морей. И все это за 25 дней. Вторая за три года экологическая экспедиция «Чистые берега» на яхте «Валькирия» отправилась в Арктику. Из Архангельского порта провожал ученых Сергей Курбан. К берегам Баренцева и Карского моря за 20 дней. Из Архангельска стартовала вторая арктическая экологическая экспедиция «Чистый берег». В Арктику отправится парусная яхта «Валькирия». Несмотря на свои размеры и обманчивую хрупкость, это судно океанического класса с остальным корпусом. «Валькирия» уже прошла испытание морем и сможет выдержать встречу даже с льдами. На борту экипаж и ученые-экологи. Перед ними поставлены сразу несколько важных задач. «Самая главная духовная часть – это окомление иконы православного святого Феодора Ушакова границ Архангельской области, морских границ. Спецследующие передачи на судостроительный завод «Звездочка» в строящейся часовню». Также участники экспедиции планируют провести реставрацию морских поминальных крестов на островах. А кроме того, специалисты осмотрят необслуживаемые огни, знаки и маяки. Попадут в поле зрения ученых и лежбища Атлантических моржей на островах Ненецкого заповедника. Экспедиция проводится уже во второй раз. В этом году значительную поддержку оказал Фонд защиты дикой природы. Не остались в стороне и региональные власти. «Большие суда, когда ходят в экспедиции, они стоят очень много денег. Все эти экспедиции, эти вот такие маленькие экспедиции, но они не менее значимые. Это не последняя экспедиция, что еще будет ни одна, ни две, ни три. И я думаю, что будем помогать им финансировать и хотя бы часть брать на себя». В ходе экспедиции ее научный состав будет несколько раз меняться. Команде предстоит непростой путь. В дальнюю дорогу мореплавателей благословил священник-отец Валерий. Маршрут арктической экспедиции «Чистый берег» проляжет до острова Вайгач. Это стык Баренцево и Карского морей. Одной из целей экспедиции стало проведение мониторинга загрязнения берегов Белого и Баренцево моря. В Архангельский порт ученые и экологи вернутся лишь в середине августа. Сергей Курбин, Семен Цемигулин, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Дождь, солнце, музыка и море улыбок. Так на стадионе «Беломорец» «Фокс-звездочка» прошли соревнования по роликовым конькам мировой слаловной серии Кубок Белого моря 2013. На глазах у двукратного чемпиона мира своим мастерством блеснули больше 30 роллеров. Оценить мастерство роллеров на третьем Кубке Белого моря собрались сотни зрителей. Приехал и лично Кирилл Рязанцев, основатель первой роллер-школы в России. В Кубке приняли участие гости из Москвы, Архангельска и Астрахани. Соревновались в пяти дисциплинах – спид-слалом, фриджампинг, слайды, one-well-контест и батл-слалом. Эти соревнования, хоть и любительские, являются частью календаря российских соревнований, а также частью мировой слалонной серии. Это много десятков соревнований по всему миру. Конечно, у них сейчас невысокий рейтинг, но, тем не менее, они стоят в официальных календарях. И, естественно, все люди, которые увлекаются роликами, они видят и знают, и если у них есть возможность, едут на эти соревнования. С первых стартов завязалась настоящая борьба. С спид-слалами у девушек победу одержала гостья из Астрахани Дарья Проваленко, вторая – Варвара Кашникова и третья – Архангела Городка Василиса Шорохова. Третий год собираюсь приехать, наконец-таки получилось. Мне очень нравится, хоть немножко прохладно, я привыкла к жаре больше, но мне нравится. Асфальт хороший, ребята приняли хорошо. А давно занимаетесь роликами? Что для вас в эти ролики? Занимаюсь достаточно давно, около шести лет уже сбилась со счетов. А ролики – это все. Кстати, Дарья принимала участие во всех дисциплинах, кроме джампинга, и везде, кроме One Contest, стала первой, по праву завоевав золото общего зачета. У сильного пола в спид-слалами основная борьба развернулась между друзьями – северодвинцами Игорем Потаповым и Дмитрием Грековым. В итоге первое место у Игоря Потапова, второй – Дмитрий Греков и третий – Егор Греков. Ребята отправятся на следующей неделе на чемпионат России. Да, мы уже давно соперничаем, уже около, сколько, два года, наверное, точно. Да, и он все время меня обходит. За счет чего обходишь? Потому что тренируемся все-таки, уделяем этому много времени и стараемся постигать каких-то высот, а не просто приходить и в свое удовольствие кататься. То есть стараемся на результат. А вообще ролики, что для вас это? Ничего, для нас это жизнь. Я думаю, он со мной согласен. В остальных дисциплинах победы одержали. Архангел Огородец, Виктор Овчинников – два золота в слайдах и фриджампинге. Игорь Потапов – первое место в One World Contest и в слалом баттле золота у Дмитрия Грекова, он же победитель общего зачета. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Тем временем на стадионе Северфокси Маш завершился ежегодный футбольный кубок в честь героя Российской Федерации Давида Гусейновича Пашаева. В матчах по круговой системе принимали участие команды Севмаш, Галактикос и Спектр. В дебютном матче явный фаворит турнира команда Севмаш переиграла дружину Спектр со счетом 4-1. Во второй день кубка болельщики увидели упорный матч равных соперников. Галактикос встретился со Спектром. Футболисты обеих команд старались показать свою лучшую игру. Матч не блистал технико-тактическими изысками, зато желание победить было хоть отбавляй. В итоге соперники обменялись забитыми мячами. Счет встречи 1-1. В фидальной игре Севмаш играл с Галактикос и снова именитый клуб не встретил никакого сопротивления, легко переиграв своих соперников со счетом 5-1. В итоге первое место в кубке Пашаева у Севмаша, второй Спектр и третья Галактикос. А на сегодня это все новости о событиях вторника. Узнаем завтра. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я с вами прощаюсь. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»